Есть, да? Есть, да, есть, да, есть, да, есть, да. Есть, да, есть, да. Есть, да, есть, да, есть, да. Есть, да, есть, да, есть, да. 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 Да, да. Да. через государство при Балтике, и мы даже выходить не можем через Белоруссию, нет такого права. У нас там много вопросов по законодательству, на самом деле. С автодомом мы когда разговаривали с карьерой Белоруссии. А, я сейчас напишу, потому что этот комментарий крайне важен. Давайте. Нет, на самом деле мы там проходим согласование, уже до 3-й прошли, очень будет возможность приезжать к иностранным гражданам через границу с Белоруссией, с Россией на Смоленском отрезке ГУДИ, который вам очень важен. И в то же время, во втором, там вопросов очень много, собственно, то, что они шла говорить, потому что мы уже начали с коллегами чуть-чуть прорабатывать, и это нам предстоит, это хардбок следующего года, на самом деле. Потому что я думаю, что любые как авангеры даже не начинают говорить о выборах. Потому что, нет, наша головная боль, мы как бы инициаторами, как бы инициаторами, как бы инициаторами, что караване обречают, как правило, с собой везет либо квадратеку, либо мопедик, либо еще что-то, это уже два транспортных средств, и она уже двумя не может пересечь комитет Российской Федерации. Ну и дальше там этих, наверное, еще куча других, там, обьют грузы, которые они перевозят, которые легитимы, нелегитимы на какую-то страну, но уже не на себе тащат, но пусть везет. Ну и так далее, очень много вопросов, на самом деле, законодательных, которые увеличивают возможность свободного перемещения с той же легкостью, с которой они делали в Европе. Огромное спасибо за понимание этого вопроса и за понимание того, что он необходим к разрешению. И вот в 2019 году, в прошлом году, у нас было еще одно завещание, которое прошло в Брюсселе, там у нас был комиссар по транспорту Евросоюза, и мы рассматривали еще, тоже очень горячее для нас, так оказалось не только, но и только для нас, оказывается, для европейцев тоже, это режим трудоевых водителей, водителей автобуса, потому что он очень жестко рекоментировал, и если мы даже в каких-то наших документах все-таки позволяем доехать, только если не позволил временной режим, а программа, он бы мог состояться, мы не доехали до какой-то точки, то у них это нужно остановиться и дальше уже никуда. То есть это какие-то вопросы остальные, но их запрос к нам. Дайте нам, пожалуйста, вот полный печень документов, с которыми мы можем заходить в Российскую Федерацию, то есть вот полностью, я думаю, что эту Ростуризму, наверное, как раз с Минтрансом из Министерства иностранных дел, нам нужен такой вот легитимный пакет документов правовой для них сделать. Мне кажется, как только мы его сделаем и зададим им, это получится, что это еще раз, понимаете, какое-то предложение, вы приходите к нам в бутверь и апреля. Поэтому я очень хочу внести, вот если у нас будет какая-то резонанская, то, что принято решение, это предложение обзаводит общий правил въезда автотранспорта для туристов, двигающихся индивидуальных автомобилей для двух туристов, приезжающих на автобусах. Спасибо. Спасибо. Большое спасибо. Это действительно очень значимое предложение, которое довольно долгое время мы их обсуждаем. но пока их решения нет. Хотел бы очень кратко был заявлен в доклад над сам в рамках данного руководства по реализации комплексного плана по развитию регистральной инфраструктуры. Но поскольку временной данный у нас какой-то ограниченный, поэтому я очень коротко скажу о том, что мы предлагаем делать. Я помимо того, что я член честного совета регистрации транспорта России, я наставляю компетент по транспорту общего национального союза индустрии и степени. Может быть, кто-то слышал об этой организации, может, есть что-то, большинство или все. Действительно, закладываются большие деньги. Это порядка 6 триллионов рублей на комплексный план развития регистральной инфраструктуры. И совершенно очевидно, что те деньги, которые вкладываются, должны быть вложены, эффективно, качественно. Один из таких крупных проектов, которые касаются автотуризма, будет реализован, в том числе, по территории Владимирск, области строительства Татраса Н12, Москва-Казань. И, безусловно, Татраса, которая появится уже в 2024 году, заставит многих сесть за руль своего личного автомобиля, даже если никогда этого не делали, и поехать из Москвы по Вадимар. Это будет порядка 1.50. Сейчас, в среднее время, это 3.30. Ну, если мы берем это без учета пробок, без учета той положения, которая есть, да, то есть, она может стоять пробок на 6-7 часов, вот эта Татраса, она, по сути, даст новый импульс развития автотуризма, и, безусловно, тот факт, что эта Татраса будет проходить в непосредственной близости от города Муром, от города Арсамас, это тоже новые точки развития, потому что, если вы были в Муроме, на своем личном автомобиле, то, смотрите, какая это сейчас дорога, да. Конечно, она не совсем безопасна, не хватает освещения, там всего лишь только две полосы, и туда идет большой поток. Поэтому, конечно же, вот, необходимо при строительстве М-12, она уже практически согласована сейчас, да, обратиться к отрасли с предложениями в честь пожеланиям по наличию инфраструктуры, чтобы она там была. Потому что мы видим по трассе Табридов, что Табридов построили прекрасную трассу, но президент совершенно четко дал замечание по этой трассе, что нужно сделать съезд по туристическим объектам, чтобы людям не прекратится сделать лишний круг. Но, безусловно, просто я проехал по газе Табридов буквально на следующий день после ее открытия. И там нет заправок, там нет придорожного сервиса. И даже та трагедия, которая произошла на Трассе Табридов, когда ехал маршрут на транспортные средства, наверняка мы слышали про трагедию, там, боже погибших, как говорится, просто въехал, значит, фур, которая стояла на дороге, на обочине, да. Но фактического съезда там нет для отдыха родителей, поэтому они, в свою очередь, транспортные средства бросали на дорогу. Это, конечно, очень опасно. Таких моментов выпускать нельзя. Поэтому сейчас в Государственной Думе будет в первую очередь раскладываться закон по автотуризму. Возможно, кто-то сегодня прочитал. Известный большой материал по этой теме. И готовится закон о придорожном сервисе. Наверное, такие важные основные моменты. Мы должны понимать, что если какая-то Трасса строится, те, кто профессионально этим занимается, должны иметь возможность подсказать Министерство транспорта и Горос Автодору, где у нас будет геймер. Где у нас будут... Скажите, чтобы они у нас спросили. Они обязательно будут спрашивать. Потому что у нас здесь уже есть главный наш проводник и день. И, конечно же, вот эти все моменты необходимо учитывать. То есть, даже тот участок дохода М4, многие знают Воронежская область, которая была открыта в этом году, порядка 150 км, нет ни одной заправки. И что происходит после того, когда этот участок заканчивается, появляется первая заправка, образуются километровые пробки, из-за того, что машинам уже не хватает бензина, а там указателей нет до ближайшей заправки, если только ехать. И образуются очереди на заправку. И можно ехать и простоять там, ну, я здесь упростил полтора часа просто, чтобы забрать автомобиль. Хотя можно было эту проблему решить одним дорожным указателем. Вот это последняя заправка, и дальше там, условно говоря, и не будет. Вот такие технологичные решения может подсказывать только общественная организация, те представители, которые пользуются данными маршрутами. Такая возможность действительно должна быть. И те эксперты, которые выступали здесь, они готовы и, наверное, будут проводниками тех идей, которые будут озвучены. И, конечно же, даже элементарное наличие проектов, о которых, вот, я не сказал просто Артодор, это, вроде бы, да, то есть, мы, большинство, мы видим, что происходит возле федеральных трасс, люди останавливаются и идут в лес. Такого бы и не должно. Надо все делать цивилизованно. И когда мы тратим, там, десятки миллиардов рублей на местной дороге, вот такие элементарные вещи нам закладывают. Поэтому от области, прежде всего, хотелось бы в рамках протоколов ввести некие рекомендации по пристроительству М-12, чтобы представили общественности некий проект, где будут кемпинги, где будут заправки, где будут продорожные серии, где будут отели находиться. И в рамках комплекса, нам главное, в этой регистровой инфраструктуры, еще мы построили несколько участков, в общем-то, ваших дорожек. Это обходная дорога через город Оксай, в Ростовской области, кто ездил, опять же, понимает, что это такое же важное направление. И тоже там будет совершенно новое развитие дороги. Это уход от города Краснодара, будет местная часть Краснодара, и практически она сразу будет идти на Крымский мост. Это тоже важный участок и дороги, потому что там в Славянске очень много времени тратили люди на ими на фронт. Такой план участок уже согласован, уже начинается строительство. Опять же, здесь важно, чтобы вот эти все моменты, которые я ранее не сказал, были учтены. Поэтому, по желанию, протокол, при реализации комплексного плана 6 триллионов рублей, а это достаточно внушительная сумма, чтобы учитывать проекты, и перед их согласованием эти проекты презентовывались, в том числе, перед непосредственными представителями данных отраслей, которые будут пользоваться услугами, которые будут продавать эти услуги, чтобы мы не доделывали уже потом. Очень рад, как тезисно. Хотел бы предать слово по онлайну Наталье Владимировне Шавалина. Мы ее подключали… У меня просто написано «онлайн». Кандидат биологических наук Московского государственного университета Илья Николаевна. Про туризм в России, вызовы и современные. Готовы? Да? Давайте пока ждем, что там ждет в этом времени, чтобы передать слово. Илья Николаевна, «Деверь в этом направлении исследования в этой сфере юридической информатики», «Опыт российских путешественников», «Результат исследования». Все будет интересно. Давайте тогда доказать, что… Давайте тогда доказать, что… …